Этот отряд строителей видно издалека. Синяя форма, молодецкая удаль и бодрое настроение. Бревна, доски, да гвозди. Это единороссы приехали помочь строителям и местным жителям. Задача – огородить новострой. Кстати, здесь не впервые. Сразу после пожаров они расчищали территории. Сейчас в Усть-Бюрь приехали по просьбе самих строителей. Сроки поджимают. Важна любая помощь. Рядом бригада работает. Они делают отделочные работы. С той стороны другие работы ведутся. Работы на самом деле много. Мы приехали не зазря. То, что мы сделаем, это будет на самом деле мизер. Но какую мы можем помощь, такую оказываем. И нисколько не попиариться, и никому не помешать. У нас все свое. Инструмент и все остальное. Мы приехали, участок себе взяли. И тут на нами никого нет. Ни старшего, ни прораба, никого. Мы сами свою деляну делаем. И за нее потом отчитаемся. Этих людей с молотком в руках увидишь нечасто. Замглавы Верховного Совета Сергей Комаров с группой педагогов коррекционной школы ставят один столб за другим. Все сделано четко по правилам. Вымеренно. Забор от единороссов наверняка будет ровный. С настроением. Отличным настроением. С настроением тем, что помогаем людям. С настроением тем, что нам нужно выполнить и помочь действительно выполнить план. Срок сдать жилье местному населению. С этим настроением мы и работаем. Настроением помощи, настроением благотворительности. Ну и оказанием помощи людям. Это самое главное настроение. А с этим только с хорошим настроением можно выполнить эту работу. Люди потеряли все, что у них было, так сказать. Хоть как-то помочь. В селе Усть-Бюрь возведены практически все дома, но работ еще много. Внутренняя отделка, водопровод, благоустройство территории. Где-то еще не доделана кровля. Кстати, водопровод и благоустроенные санузлы, как в квартирах, настоящая ноу-хау. В селе Усть-Бюрь специально для этого бурятся две большие скважины. Система будет закольцована через водонапорную вышку. Рвы для прокладки труб уже практически готовы. И два с половиной еще плюс. И домам подвезти? И домам. Четыре семьсот. Четыре семьсот вообще сложно. Мы рады. Многие как-то там, мы рады. Площадь нас устраивает. У нас меньше стало по площади, но нам очень нравится. И планировка нравится. Мы вдвоем остались. Для двоих вообще очень хорошо. Всего в Усть-Бюре нужно возвести порядка семидесяти домов. Новое жилье должно быть сделано к 20 августа. Как отмечают местные власти, сами погорельцы предпочитают больше наблюдать, чем помогать. Ну а стройка, хоть и на финишном этапе, волонтеры здесь лишними не будут. Вот и получается. Усть-Бюрь строят всей республикой. Спасибо Усть-Абаканскому району. Спасибо тем, кто работает в городе Абакане и приезжает, и оказывает помощь. Это вот большое спасибо комитету по охране окружающей среды, руководитель Харитоненко. Они со своими мужчинами не только заборы ставят, но даже кровлю сами начали делать, только чтобы мы вошли в сроки. Вместе с этим результат получается вполне профессиональным, отмечают местные. Самое главное, эти дома капитальные. Комнаты светлые, планировка удобная. Ну а забор – изюминка. Кто может похвастаться, что у него есть городьба, над которой потел лично зампредседателя Верховного Совета. Пользуясь случаем, Сергей Комаров призвал коллег-депутатов последовать примеру. Депутаты все по своим территориям работают. Вот я знаю, это работает и Нерцев, и Соболев, и многие другие. Я знаю, как бы всякими материалами помогают, руками работают. Я, конечно, за всеми не слежу. Лето, они сейчас все на своих территориях. Но работают все депутаты. И я думаю, что все, кто не в командировках, те, кто не занят, должны оказать содействие. Еще раз повторю, помочь строителям завершить работы 1 сентября. Будут ли дома построены точно в срок, обывателю судить сложно. У строителей, по сути, в запасе неделя-две. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова